В этот день, 17-го декабря, родился Валентин Мусин-Пушкин, граф, фильм-маршал, герой русско-шведской войны. В полдень недодушные современники не видели за Валентином Платоновичем больших талантов. Однако до высшего звания фильм-маршала он дослужился, целицей Екатерина II не раз говорила, что лично ему обязана. И однажды Мусин-Пушкин сыграл, несомненно, важнейшую роль в историю России. Валентин Мусин-Пушкин происходил, хотя и из знатной семьи, но начиналось все для него довольно печально. Его отца, президента коммерц-коллегии, после дворцовых интриг подвергли лишению языка и сослали в Соловецкий монастырь. Юноша завоевал себе путь наверх шпагой, потому что был, несомненно, храбр, получил орден святого Георгия Третьей степени в турецкой компании, а еще он был умелым царедворцем. Очень вовремя вместе с отрядом конной гвардии поддержал в придворной борьбе будущую императрицу Екатерину II. Когда же в 1788 году Швеция верломно напала на Россию, прославленных полководцев вроде Суворова или Потемкина в столице не нашлось. Нашелся Мусин-Пушкин, однако выбор его командующим дурным вовсе не оказался. У него было в два-два с половиной раза меньше войск, чем у шведов, да и те состояли из полков, слуг да имщиков. Но русская армия маневрами и демонстрациями сдерживала врага, захватила даже часть Финляндии. Да, без лихих битв, но армия Мусина-Пушкина свое дело сделала. Также 17 декабря родился Николай Лошаков, советский летчик. За пару месяцев до начала Великой Отечественной молодой выходец из крестьянской семьи Николай Лошаков закончил аэроклуб и стал пилотом. Оборонял небо над Ленинградом, сбил два вражеских самолета. В мае 43-го года удача отвернулась от пилота, его як сбили. Лошаков спарашютировал на немецкую территорию. Так он и попал в плен. Лошакова долго допрашивали, после чего убедили пойти на службу в немецкую авиацию. Николай Кузьмич согласился, но только для того, чтобы в августе 43-го вместе с другим пленным Иваном Денисюком угнать самолет Люфтваффе и на нем сбежать. План осуществили. Советский пилот ушел от преследования и сел в Новгородской области. Вот только встретили его не как героя. Лошакова и Денисюка приняла военная контрразведка. Тогда боялись диверсантов, поэтому Денисюка приговорили к 20 годам лагерей, Лошакова к 3 годам. Только после войны Николая Кузьмича оправдали. В этот день, 17 декабря 1716 года, царь Петр Великий второй раз прибыл в Амстердам. Как отметили голландцы, он держал себя так же просто, как и девятец лет тому назад, когда он был здесь плотником. Это было второе путешествие царя Петра по Европе. 17 декабря 1788 года русская армия под руководством фельдмаршала Григория Потемкина взяла важную крепость Османской Турции Очаков. 17 декабря 1837 года пожар полностью уничтожил Зимний дворец Санкт-Петербурга. В декабре 1837 года в Зимнем дворце почувствовали запах гари. Несколько дней придворный и пожарный наряд искали источник задымления. Всю резиденцию обследовали от подвала до чердака. В итоге пожарные разбили одну из стен дворца, за которую уже полыхало пламя. Очень быстро оно охватило весь дворец. Царь Николай I в тот момент с семьей был в театре. Он сначала посчитал, что загорелась елка в детской части дворца, сущая ерунда. Самодержец выехал на место пожара и приказал открыть окна, чтобы люди не задыхались. Считается, что приток воздуха только раздул пожар. Дворец пылал более 30 часов. Погибли люди. Утрачены бесценные шедевры искусства и интерьеры эпохи барокко. Восстанавливали дворец два года. Воссоздать интерьеры прошлого не стремились. У Николаевской эпохи были свои понятия о прекрасном, не совпадавшие с украшательством времен Екатерины II. Нынешний вид зимнего – как раз плод работы художников тех лет. Расследованием обстоятельств пожара руководил лично Бенкендорф, глава жандармов. Следствие пришло к выводу, что при проектировании и строительстве была допущена ошибка, которая и привела к разгулу стихии. Виновным признали главу пожарной роты зимнего дворца. Его просто уволили со службы. Основную ответственность за все взял на себя государь. 17 декабря 1903 года владельцы велосипедной мастерской братья Уилбер и Орвел Райт испытали первый в мире работающий аэроплан. Начиналась эра авиации. 17 декабря 1926 года была проведена первая всесоюзная перепись населения. Как она показала, население страны составило 147 миллионов человек. 17 декабря 1942 года нацисты уничтожили Барновическое гетто. В общей сложности там было убито до 12 тысяч человек. 17 декабря 1959 года вышло постановление правительства СССР о создании нового вида войск – ракетных войск стратегического назначения. Таким был этот день 17 декабря. Субтитры создавал DimaTorzok